Юрий Левитан стал одним из символов Великой Отечественной войны, но через несколько лет после ее окончания он постепенно перестал появляться на радио. Почему? Еще больше исторических фактов на нашем YouTube и Telegram канале. Ссылка в описании профиля. Первую военную сводку Левитан озвучил 22 июня 1941 года, и с тех пор он стал настоящим голосом войны. Его заслуги были оценены по достоинству, и вскоре Гитлер назвал его своим личным врагом, назначив за поимку вознаграждения в размере сначала 100, а затем и 250 тысяч марок. По его замыслу, диктор должен был первым повешен на Красной площади, хотя осенью этого года его эвакуировали в Свердловск. В 1960-х годах все сводки Совинформбюро были переозвучены Левитаном и записаны на магнитную пленку. Во время войны они сохранились лишь в виде бумажных документов. Тогда же он перестал появляться на радио. Руководство постепенно убрало его из эфира, чтобы он не напоминал людям про войну.